Приветствую вас, дамы и господа! Предлагаю сделать расклад маска на эфириум. Вот согласилась одна колода, и это вторая вспомогательная. Ну так, она будет, конечно, отвечать. Ну попробуем. Эфириум, сигнификатор. Что обозначает эфириум для нас, для держателей? Сигнификатор. Вопрос можно задавать. Одна единственная, такая полноценная колода вышла. Сигнификатор. Ох! Это получается у нас пятёрка жезлов. Борьба! Борьба, состязания, соревнования. Хорошая карта. Что думают держатели киты эфириум о обычных инвесторах? Что думают? Хорошо они думают. Король кубков. Ну эмоционально хорошие такие мысли в отношении своих инвесторов. Мелких. Так. Как эфир себя преподносит нам? Король кубков. Эмпатичная карта. Как преподносишь ты эфир нам? Себя? Прекрасно. Слушайте. Он преподносит себя, как восьмёрка динариев. Неплохая карта. Это значит работа. Солнце здесь. Зонт. Вообще даже зонт это считается. То, что это зонт. Ага. Да. Преподносит, как зонт, как источник монет. Истинное намерение со стороны эфириума по отношению к инвесторам. Упс. Вывалился. Ну что мы считать это? Да. Считаем. Сам вышел. Паш динариев. Это видите. Он стоит. Держит змею. Нага. В руках. Наги. Они охраняют богатство. Источники богатств. Ну, короче, как паш. Но здесь паш как сила. Сила денег. Сила денег. Пажи – это охранители и сила, и чистая энергия. Это энергия денег. Прекрасно. Прекрасно. Это истинное намерение, как сила денег для инвесторов. Прекрасно. Ну, что ещё нам спросить о эфире? Ну, положительные. Положительные моменты, которые мы можем от эфира получить. Каковы будут положительные моменты? Положительные моменты – это троечка кубков. А, четвёрка кубков. Ну, что можно сказать. Это уже какая-то утомлённость, наверное, будет идти от эфира. Здесь в этой колоде четвёрка кубков. Кубков, к сожалению, она неоднозначная. Неоднозначные кубки. Аскетизм. Медитация, переоценка, отшельничество. Духовные путешествия. Так, положительные моменты – это будет у нас духовное путешествие. Допустим, негативные моменты. Не так плохо, если духовное путешествие. Скрываем её. Духовное путешествие. Когда ты приведёшь нас? Приведёт нормально. То есть это будет какая-то аскиза, но приведёт к рыцарю мечи. Видите, какой он активный, рыцарь мечи. В этом раскладе он, сейчас скажу, на птице-городе мчится вверх рыцарь мечей. Он не такой, как в тех колодах. То есть обозначения уже идут абсолютно другого уровня. Кстати сказать, здесь будет нейтрализация плохих эмоций, быстрое мышление, но амбиции, действия, планирование успеха. Видите, как он здесь мечевой открылся? Планирование успеха. Вот в этой колоде. Планирование успеха. Интересно, так, положительные моменты, планирование успеха. Негативные моменты, что нас может ждать от эфира. Десятка жезлов. Десятка жезлов – это восхождение к ступу и глаза Будды. Неоднозначные, в общем-то, здесь по жезлам. Десятка жезлов. Неоднозначная карта. Вообще, это усталость, тяжелый груз. Всегда считается в обычных колодах. Здесь может быть совершенно по-другому, потому что здесь жезл – это вода. Так. Ответственность. Дополнительная работа и целостность. Ну, да. Здесь трактуется как ответственность, дополнительная работа и целостность. Ну, то есть тяжелый груз. Вот в каких-то аспектах будет все-таки от него идти. Но это, видимо, по маске, если мы будем расшифровывать. Давайте посмотрим, в чем она будет проявляться. Ответственность и дополнительная работа. Как она откроется. Силой. Хорошим арканом. Да. Аркан стила. Неплохо открылась. Все-таки дополнительная работа, но она хорошо открывается. По эфириуму. Угу. Негативные моменты. Тяжесть и сила. Так. Давайте еще раз посмотрим. И снова волшебная палочка. Ну, фактически негативных моментов я по эфиру не вижу. То есть это будет какой-то тяжело он будет идти. Ну, то есть тяжело будет идти по силе. То есть это все-таки дополнительная работа. Ответственность. В чем она связана ответственность будет? Негативных моментов. То, что будет много силовых действий таких. Мягкой силы. И я не говорю, что это манипулированное. Но это волшебная палочка, которая исполняет желание. Но здесь стихия вода у него. Здесь стихия вода. Что здесь, что здесь. Благоприятная. То есть вода. А вы знаете, как я даже трактую жезлы? Видите, здесь стихия вода. Сам жезл как ваджер, как жезлы. Стихия огонь. К чему это можно приравнять? Какой энергии? Какому веществу можно химическому? Я так думаю, что это все-таки жидкое топливо. То есть жидкое топливо. На что оно может быть похоже? Вода, жидкое топливо. Бензин, керосин, спирт, дизель. Ну да. Да, скорее всего, да. Вот я сейчас вот инсайд нашла такой ответ. То есть все-таки это импульс какой-то. Его надо просто правильно применить. Правильно применить и прикладывать силу к нему. Чтобы было КПД. КПД, да? Способность на подлость. Ну что ж. Это самый важный вопрос по отношению к инвесторам. Да. Ох ты мой. Королева мечей. Здесь может быть всякие разные приключения с ним. Но мы сейчас посмотрим, что здесь королева мечей стоит. Она немножко другого плана. Так. Это зеленая тара. Освобождение. Добродетельные поступки. Так. Прямое общение. Управление. Это установление границ. Да? Не подкупнуть дальше. Здесь она выходит королева мечей в положительном аспекте. Вот в этой колоде. Видите, как зеленая тара исполняет желание. Очень быстро. Вообще это очень быстро. И да. То есть она мгновенно считается начитыванием мантера зеленой тары. Мгновенно приводит к благополучному этим результату. Ну принципиально да. У нас была такая ситуация. Это просто я говорю. От начитывания мантера зеленой тары. Надо было пристроить кота. Котенка маленькая. Его нашли. Вот. Ну это смотря кто еще начитывает. Один начитал. Это был монарх. Он начитал. Его сразу же. Даже купили. И нам это. За него денежку отдали. Ну типа пятачка. Кота пристроили. Не знаем дальнейшей судьбы. Но там подошла прям молодая пара. Такие эмпатичные. Сразу же эмпатичные ребята. И кота они буквально с этими. Надо было конечно телефон взять. Но я думаю что у него все благополучно произошло. У нас котом. Давайте откроем королеву. Ну да. Она будет хорошей. Принципиально она дает хорошие подводки жезлов. Она все-таки дает хорошее движение. Уже какое-то целенаправленное движение. Для того что. Для того чтобы двигаться. Но я не думаю что здесь есть какие-то угрозы. Все-таки она хорошо открылась. Давайте еще одну. Ага. Ну да. И здесь у нас. Да. Движение вверх будет. И тройка жезлов. То есть она будет очень быстро приводить эфир в движение. Насколько я поняла. А здесь вот этот вот. Как я называю жидкая вода. Огненная вода. Огненная вода. Огненная вода. Дизель. То есть будет приводить в движение. Благодаря своей энергии такой. Чистой. Так. Реальные опасности. Которые мы можем получить от эфириума. Ну вы понимаете. Движение оно может в разной стороне быть. То есть быстрое движение. Реальные опасности. От эфириума. Для инвесторов. Плюс мечи. Ну в других колодах. Плюс мечи он. Скажем так. Как неоднозначная карта. Бесстрашие. Ясность ума. Движение вперед. Прорыв. Может быть прорыв. Как реальная опасность. Так. И куда что будешь рваться-то? Ну здесь благоприятный момент. То есть он видите как у мечи стоит. Стихия воздух. Стихия воздух. Корона. Это у меня такая. Такой раньше было Таро. Алистера Кроули. Вот. И. Когда я купила колоду. Был знак. То есть там меч такой вот этот вот был. В окружении королевской короны. То есть. Понимаете. А это тоже. А это украшение. Это корона Будды. Буддистских эдамов. То есть такие короны. Они даются при просвещениях. При посвящении Калачака. То есть одевают они. Когда это преобразуется в божество. Ну да. Да. Интересно. То есть мечи. Ну посмотрим. Как откроешься. То есть мечи. Позитивом. Негативом. Да. Интересно. Шестерка мечей. В других раскладах. Это переезд к хорошим берегам. Одна единственная. Позитивная карта. Так. А здесь. Обряд посвящения. Освобождение от эмоционального багажа. Посвящение. Освобождение от эмоционального багажа. Переезд к благоприятным берегам. Ну что можно сказать. Реальные опасности. Ну. Я не знаю. Я не вижу. Хотя мечевая масть. Угу. Мечевая масть. Эфир в воздух. Да. Так. И давайте посмотрим. Как вести себя с этим инструментом. С эфириумом. Пс. Прекрасно. Как вести себя. Девятка динариев. Покупать и продавать. Ну не покупать и продавать. Может быть держать. Может быть это один из самых благоприятных инструментов. Девятка динариев монет. Здесь медитация. Медитация на земные эти. По динариям. Видите у него птичка. Этот сокол. Везде знаки на динариях. Ратно. Ратно. Вот как раз вот это вот. Ратно. Она обозначает. Обозначает непосредственно богатство. То есть эти символы богатства. Уточним в этой колоде динарию. Уточняем. Ну здесь слишком наверное. Будет еще лучше даже. Результат. Так. А. Это полокхандур и пучи. Знание природных явлений. Гениальность. И финансовая независимость. То есть держим эфир. Здесь вот главное финансовая независимость. Главный ключевой момент. Ну давай эфириум покажи нам свой итог. В раскладе маска. Итогу. Итогу. Справедливость. Так вот. Справедливость. Старший аркан. Справедливость. Хороший аркан. То есть она здесь не то, что ни джазис, ни судья, ни... Либо какой-то правосудие. А просто справедливость. Очищающий от прегрешения. Меч устраняет разрушительные эмоции. Восстанавливает душевную равновесие. Равновесие приятия. Очищение. Получать будем по заслугам. Будем стремиться к совершенству. Критическое мышление. Гармония. Ускорение. В настоящем. Открываем аркан. Справедливость. Как ты себя покажешь справедливость по итогу? Всё. Благоприятная карта. Карта бланка. С чем всех и нас поздравляем. Пожелаем эфиру в этом году. И вообще всего самого наилучшего. Вот на эфир даю. Этот талисман. Заряжайтесь. Держатель эфира. Всех благ профита. Спасибо за внимание.